Привет! Сегодня я расскажу, как сделать вот такой макияж. Все очень просто. Таня, накрась меня, пожалуйста. Ну, а если серьезно, то сегодня мы поговорим о популярных мифах относительно косметики и, возможно, развеем некоторые из них. Меня зовут Тася Фламель, и я преподаю химию в онлайн-школе Webium. Ссылку на все актуальные курсы подготовки к ЕГЭ со мной ты можешь найти в описании к этому видео. Прежде чем мы начнем говорить о мифах и фактах, давай разберемся с основными компонентами косметических средств. ПАФ – поверхностно-активные вещества. Они присутствуют в любом моющем средстве – мыле, шампуне, порошке или мицеллярной воде. Именно ПАФ удаляют загрязнения. Растворители – это то, в чем растворены активные компоненты. Чаще всего в качестве растворителя используются вода, спирты или масла. Эмульгатор – это вещество, которое препятствует расслоению несмешивающихся веществ. Многие компоненты являются гидрофобными, то есть боятся воды, как, например, масло. И они не смешиваются с водой. Чтобы сделать массу более однородной и красивой, и удобной, как раз и добавляют эмульгаторы. Консерванты повышают срок годности продукта и препятствуют образованию плесени, грибка и всего такого неприятного. Стабилизаторы кислотности работают как буферы. Они поддерживают нужный ПАШ на протяжении всего срока годности. Отдушки необходимы для придания приятного аромата продукту. Без отдушки мы бы не стали пользоваться и половиной косметических средств. Не сниматься мне в рекламе косметики. В составе продукта указаны все вещества, использующиеся в средстве. И перечислены они в порядке уменьшения концентрации. Первый миф. Производитель скрывает опасные компоненты, чтобы средство лучше продавалось. На упаковке обязательно должен быть указан полный состав и перечислены все компоненты. Без этого средство не будет сертифицировано. Если же потеряшка все же найдется, да и еще окажется опасной для здоровья, производители ожидают крупные неприятности. И сознательно на такой риск он не пойдет. Есть, правда, один нюанс. Если на производстве используется уникальный компонент или смесь компонентов, производитель может зарегистрировать их как товарный знак с любым названием. И мы никогда не узнаем, что входит в состав. Делается это не для обмана покупателей, а для сохранения производственной тайны от конкурентов. Чем дороже косметика, тем она лучше. Это неправда. Средства одного и того же назначения часто производятся на одном предприятии. Даже если нет, то состав их мало отличается друг от друга. На финальную цену влияет исследование по поиску новых формул, число испытаний продуктов, упаковка, бренд, реклама. Если производство расположено в другой стране, это также сказывается на стоимости. Ведь товар нужно доставлять, заплатить таможенную пошлину, перевести этикетку и проверить на соответствие российским стандартам. Домашняя косметика лучше магазинной. Я могу согласиться с этим утверждением только в том случае, если мы говорим о человеке с невероятно чувствительной кожей и аллергическими реакциями на любой компонент. Косметическая химия – это отдельный уникальный раздел химии. Это синтез знаний химии, биологии, фармакологии и медицины. Отрицать это так же странно, как пользоваться электричеством или достижениями научно-технического прогресса. За каждой баночкой стоит огромная работа косметологов, технологов, сотни испытаний и составов. Повторить это дома с первого раза вряд ли удастся. Детская косметика безопаснее обычной. В начале ролика я говорила о стандартном составе любого средства. Для детской косметики ничего не меняется. Ну, разве что отдушка и краситель используются другие. Все товары, которые мы видим на полках магазина, проходят сертификацию. Все они безопасны при соблюдении инструкций и отсутствии у потребителя аллергии на отдельные компоненты. Органическая косметика безопаснее и полезнее. Честно говоря, я всегда улыбаюсь, когда слышу такие утверждения. В начале я перечисляла основные компоненты косметических средств. Так вот, с точки зрения классификации, большинство из них относятся к органическим продуктам. Но не буду занудствовать. Я понимаю, что термин органика чаще используют как синоним природно и натурально. Хотя это не так. Так вот, природными, как правило, являются активные компоненты. Их содержания в продукте очень мало. А остальное наполнение все равно остается искусственным. Кроме того, с точки зрения химии нет никакой разницы, как было получено вещество. В лаборатории или в клетке растения. Ну и теперь немного поговорим о веществах, которыми часто пугают в косметических разборах. Парабены – это эфиры парогидроксибензойной кислоты. Они выполняют функцию консервантов. О важности консервантов я уже упоминала. Если вы видите надпись «без парабенов», то, скорее всего, в продукте присутствует просто другой консервант. Диоксид титана и оксид цинка. Эти оксиды можно найти почти в любом солнцезащитном креме. Несколько лет назад появились исследования, показывающие связь между содержанием этих оксидов в организме и вероятностью развития рака. Но если разобраться, все оказывается совсем не так страшно. В кремах присутствуют очень маленькие частицы оксидов. Кроме того, наносим мы их на поверхность кожи. Частицы не попадают внутрь нашего организма, а значит, не могут причинить нам вред. Формальдегид или формалин. Это вещество является канцерогеном. Это правда. Формальдегид – это консервант, и он обладает антимикробным действием. Но, во-первых, в косметике он присутствует в очень низкой концентрации. Во-вторых, в водных растворах формальдегид разлагается, и его концентрация со временем падает. В-третьих, его добавляют только в смываемые средства наружного применения. Они недолго остаются на нашей коже. Химическое производство и косметическая химия, в частности, это интересное и перспективное направление подготовки. И чтобы поступить на такое направление, нужно сдавать ЕГЭ по химии. Если тебе это интересно, и ты хочешь готовиться к ЕГЭ по химии вместе со мной, добро пожаловать на курс. Ссылочку ты можешь найти в описании. Жду именно тебя. Если это видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк и поделиться им с друзьями. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные ролики. И увидимся с тобой уже в следующем видео. Пока-пока.